Сначала в тыл. Я был в Смоленске в резервах, потом в Вязьме, а потом уже шел 43-й год. Вот. Закончился 43-й и в начале 44-го нас всех собрали и всех по фронтам так распределяли. Меня направили 1-ю ударную армию 2-го Прибалтийского фронта в Прибалтику. Прибалтийский фронт это Прибалтика и именно Латвия. И вот здесь мы двигались, ну начиная от начала, прямо от границы Латвии. Вот здесь я перешел Россию, началась Латвия и вот здесь началась моя фронтовая служба. В действующей армии. Мы были, я был в полку связи при 1-й ударной армии, но полк связи где-то 5 километров был от самой передовой. Вот так мы, а когда наступали, мы выходили на самую передовую. Ну, со связями мне еще не давали особенно, потому что практики не было и приходилось, разные службы, приходилось служить на разных, на разных видах службы. Например, и часовым стоять, и телеграммы носить, связи, и связь натягивать. И у нас, например, у нас работала, на машине работала у нас телеграфная связь. Ну, были уже специалисты, более, да, имели практику очень хорошую, они в гражданке они работали, связи. Поэтому их в основном на телеграф направляли. А мы, как, я вообще был самый молодой там, в полку. Я пришел, я пришел, у меня было 18 лет, 18-19 лет. И приходилось, эти, начали, приходили с Москвы и с других фронтов телеграммы, приходили, и приходилось дежурить и днем, и ночью. И эти телеграммы вручали. Шифровальный отдел, оперативный отдел, разведотдел. И много отделов было, которые надо было разносить. А, например, шифровальный был близко отдел, оперативный отдел близко. А, инженерный, разведотдел, и другие отделы есть такие, снабжения, были очень далеко. Приходилось идти по 5 километров от телеграфа. Вы можете вспомнить какой-нибудь случай, который действительно на вас сильно произвел впечатление, который запомнился вам на всю жизнь? Могу, да. Пожалуйста. И вот ночью, значит, нам давали такие, как прожектор, фонари, фонари аккумуляторные. Он очень сильно, ярко светил, нас предупредили, значит, особенно не баловаться, не зажигать его, потому что кругом немцы летают на самолетах и могут, да, стрелять. И мы старались зажигать, включать фонарь только в крайнем случае. И вот мне как-то в отдел снабжения была телеграмма, да, вечером я шел, уже темнело, и не могу найти. Мы же только приехали в Прибалтику, а там нет улиц, как в городе. Это поселение, хутора. И вот нарисовал мне начальник узла связи, говорит, вот иди прямо, потом направо, налево, прямо, спрашивать не у кого, идешь вечером, никого нет, милиционеров нет, никого нет, иди, иди, вот иди, как я тебе нарисовал, иди и найдешь. В крайнем случае у своих солдат может спросить, где такой отдел находится. Я говорю, ну понял, пошел, шел, шел, говорю, куда же я зашел? Ничего не видно, уже ночь, темно, вечер наступил, темно, я думаю, о, вот там прямо горят, где-то километр от меня, свет горит, какие-то домики. Думаю, точно подойду и спрошу, где здесь отдел снабжения. Да, и двигаюсь, смотрю, вот эта дорога, и тут два солдата, я подошел, наши ребята, подошел, ребята, вы не знаете, вот там домики какие-то, свет горит, может быть, они мне скажут, где здесь отдел находится, где расположены эти отделы. Они говорят, ты что, с ума сошел? Там немцы стоят, куда ты идешь? Вот ты как раз, как связист нужен, не ходи, иди налево, не прямо, а иди налево, резко налево, и там увидишь, еще солдаты наши будут, спросишь еще дополнительно, где находится этот отдел. Я обрадовался, пошел налево, смотрю, там расположение, наши солдаты, там много солдат было, еще вечер только был. Я расспросил, мне рассказали, куда, и как раз недалеко, там еще километра полтора надо было идти, и, в общем, я вручил телеграмму, все в порядке, пришел домой, и вот так, так у меня два раза получилось, чуть в плен не попал, к немцам. Ну, слава богу, обошлось, да. Потом, значит, мы двигались по Латвии, подошли близко к столице, Латвия, Рига. Задача была взять Ригу. Причем, время остановили, строй, бегом, мы бегали, бегом. Наш командир батальона сказал, так, срочно, все бегом. Дали нам один час, чтобы связь, наладить связь. И только приехали, ничего не знаем, кругом лес. Ну, сначала мы тянули эти связи, катушки с проводом, натягивали связь. Значит, где-то час натягивали, пока натянули, бегом, быстро, быстро. Все, где-то часа через два заработал уже телеграф, уже легче стало. Значит, уже пошли телеграммы, начали сообщать, как телефонная связь наладилась. Я думаю, слава Богу, у нас все получилось у связистов. Да, и, в общем, мы это все выполнили. Вот Ригу вовремя, да, наши пехотинцы там вошли в Ригу, танкисты, пехотинцы, Ригу освободили. Все выполнили вовремя, да. Была благодарность Сталина тоже, главнокомандующего. Мы очень были довольны, всем нам объявили благодарность. Ну, и, конечно, кто особенно отличился, дали награды. Вот и я получил там медаль за боевые заслуги. Вот. Единственная медаль. Да. Спасибо. Я хотел еще вот спросить, что, как вы живете здесь в Германии, где был фашизм? Вот как вы себя ощущаете действительно здесь, живя? И что бы вы хотели пожелать вообще? Я хочу сказать, когда мы сюда ехали, нам говорят, куда вы едете? Там же фашисты, неужели вам приятно туда ехать? Да, ну что делать? Положение на Украине такое стало плохое, что невозможно было. Свет отключали, зарплаты не давали. Были уже, началась голодовка прямо. Ну, и потом зимой не топили, мы замерзали. Ну вот, я хотел спросить, вы же участвовали в акции «Бессмертный полк». Помните, мы вместе с вами были на кладбище, мемориале, где захоронение советских бойцов. Вот расскажите, ваше ощущение, что вы чувствуете, что поддержку именно здесь, то, что не забывают эти поколения, и вот что бы вы им сказали вообще напутственное? Ну, очень приятно, что даже в Германии чтят, но хорошо относятся к тем, кто воевал во Второй мировой войне, кто приехал даже к ним, и чтят даже поколения, которые воевали, которых сейчас уже нет, которые погибли. Да, и мы даже, я был вместе с кем? С вами. Да, со мной вы были, вот. Да, мы слагали венки погибшим воинам. Да, и вы помните, что сами немцы даже выступали и против именно, против войны.